Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в неделю торжества православия за богослужением читается Евангелие от Иоанна. Это первая глава стихи 43 по 51. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Родьякона отца Александра. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. И ангелы Божие восходящие и нисходящие над Сына Человеческого. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, и Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанайл сказал ему «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему «Пойди и посмотри». И Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем «Вот подлинно израильтянинен, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым». «И ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». На другой день после посещения Андреем и Иоанном Христа, Спаситель пожелал идти в Галилею и призвал следовать за собой Филиппа. «А тот, найдя своего друга Нафанаила, сказал ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Однако Нафанаил принадлежал к разряду тех людей, которые стараются предварительно убедиться в истинности того, во что им предлагают верить. На слова Филиппа он ответил следующим образом. «Из Назарета может ли быть что доброе?» По-видимому, Нафанаил разделял общий со многими иудеями предрассудок, что Христос, как царь с земным величием, придет и явится во славе среди высшего иерусалимского общества. Кроме того, Галилея пользовалась тогда весьма дурной славой среди иудеев. И Назарет, этот маленький городок, упоминание о котором не было в Ветхом Завете, казалось, никоим образом не мог быть местом рождения обещанного пророками Мессии. Византийский богослов Ефимий Зигабен поясняет, «Филипп, зная, что Нафанаил сведущ в законе и писаниях пророческих, и что он весьма осторожен в этом отношении, как это и Христос засвидетельствовал, и самое дело показало, отсылает его к Моисею и пророкам, чтобы этим сделать свое свидетельство об Иисусе Христе более достоверным». Будучи человеком откровенным и искренним, желая исследовать, насколько верно то, о чем рассказал ему друг, Нафанаил тотчас же пошел ко Христу. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Чтобы окончательно рассеять его сомнения, Господь являет свое божественное всеведение, намекнув на одно таинственное обстоятельство, смысл которого не был известен никому, кроме самого Нафанаила. «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Что именно было с Нафанаилом под смоковницей, скрыто от нас. Но по всему видно, что здесь заключена какая-то тайна, о которой мог знать только Бог. И это откровение настолько поразило Нафанаила, что все его сомнения мгновенно рассеялись. Он понял, что перед ним не просто человек, а некто, одаренный божественным всеведением. И он тотчас же уверовал в Иисуса Христа, как в божественного посланника, Мессию. Архиепископ Оверки Таушев поясняет, «Есть предположение, что Нафанаил имел обычай совершать установленную молитву под смоковницей, и, вероятно, в тот раз во время молитвы испытал какие-то особенные переживания, которые ярко отложились у Него в памяти и о которых не мог знать никто из людей. А вот вероятнее всего, почему слова Господа сразу пробудили в Нем такую горячую веру в Него, как в Сына Божия, которому открыты состояния человеческой души». Далее Господь предрекает Своим последователям, что духовными очами они увидят Его славу, и что через воплощение Сына Божьего, ставшего теперь Сыном Человеческим, исполнилось древнее пророчество о соединении неба с землей, таинственной лестницей, которую видел во сне ветхозаветный патриарх Иаков. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о встрече человека и Бога и открывают удивительную истину. Еще до того момента, как мы узнаем о Христе, Он видит каждого из нас и слышит наши чаяния и надежды. Спаситель готов открыть каждому человеку истинную картину этого мира. Для этого нам необходимо лишь проявить решимость следовать за Господом и быть Его свидетелями в этом мире. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи!